Почву для рассады можно купить готовую или приготовить самостоятельно. Конечно, если делать своими руками, то можно сэкономить, особенно если вам нужно много почвосмесей. В качестве основы необходим компонент с пористой структурой – раскисленный торф или зрелый листовой перегной. Иногда используют кокосовое волокно, которое обладает нейтральной кислотностью. Еще можно добавить биогумус – зрелый компост или перегной, дерновую землю или почву из-под растений азотфиксаторов. Облепиха, шиферди, лох, ольха, а также разрыхлитель, песок, перлит или вермикулит. У каждого разрыхлителя есть свои особенности. Песок – самый доступный разрыхлитель. Он улучшает структуру земли, делает ее более воздухопроницаемой, но не способен удерживать влагу. Для рассадного грунта лучше всего использовать речной песок. В крайнем случае можно взять и карьерный песок, который долго лежал под открытым небом и промывался дождевой водой. Главное, чтобы он был без примеси глины. Перлит по своим свойствам похож на песок, хорошо разрыхляет землю и помогает влаге равномерно в ней распределяться. Только обязательно нужно надевать респиратор или защитную маску, поскольку мельчайшие частицы перлита могут попасть в легкие и нанести вред здоровью. Вермикулит отлично поглощает, удерживает влагу и постепенно отдает ее растениям. Поэтому, если мы добавляем его в почву, то поливать рассаду можно реже. Кроме того, вермикулит обогащает землю питательными веществами и раскисляет ее. Это самый дорогостоящий из всех разрыхлителей. Вот несколько вариантов почвосмеси для различных культур. Грунт для посленовых. Третьего части торфа, первая часть биогумуса, первая часть песка или перлита. Второго части торфа, первая часть листового перегноя, первая часть дерновой земли, первая часть перлита или вермикулита. Грунт для тыквенных. Второго части торфа, второго части биогумуса, первая часть песка. Первая часть торфа, первая часть листового перегноя, первая часть дерновой земли, второго части биогунуса или навозного перегноя, второго части перлита или вермикулита.